Здорово народ, с вами Варчик. В этом видео поговорим про командные бои, поскольку в следующем патче, патч 1.6, командных боев больше не будет. Все, их просто убирают. Я знаю очень большой пласт людей, вообще с КБ не вылазят, у них там чуть ли не по 100 тысяч боев тупо в командных этих боях. Им там нравится, они там сидят, кайфуют, занимаются своими какими-то делами. И что решила Картошка? Закрыть этот режим. И я уверен, что очень много людей будут куда-нибудь там слать в Картошке, в центр поддержки, или еще куда-нибудь создавать какие-то петиции, или еще что-нибудь. Верните нам КБ, почините, верните, излечите, возродите. Но почему-то мне кажется, что Картошка, как обычно, типа, а че? Мы решили, вам нравится. Типичный ответ Картошки на любое возражение от игроков. Хотите колесников добавим в игру? Мы говорим нет. Хорошо, вам нравится, добавляем. Хотите арте оглушения? Мы говорим нет. Хорошо, вам нравится, добавляем. Как-то неправильно все работает, но так вот работает Картошка. Вам нужны командные бои? Нужны. Хорошо, мы их убираем. Вот так и будет? А почему так происходит? Картошечка на сайте своем объясняет, что раньше командные бои совпадали с режимом киберспорта. Потом киберспорт меняли, меняли, меняли. Командные бои не меняли. Киберспорт убрали. Время шло, шло. И решили командные бои тоже убрать. Ведь в командных боях очень много людей сидит. Им не надо ни прям аккаунты, ни прям танки, ни голда, ничего. Ведь согласитесь, чтобы играть в командные бои, нужен просто танк 8 уровня, допустим ИС-3. На вотэкспресс есть замечательная картинка 92 тысячи боев на ИС-3 в командных боях у человека. Я думаю, что это просто смерть, когда командные бои закроются для этого чела. Ведь он там просто прожил несколько лет в этом режиме. Как он без него теперь будет существовать, даже не знаю. Также есть еще люди, которые пытаются ВГ рейтинг в командных боях поднимать. Честно говоря, как по мне, командные бои были и были. Но как для компании, картошка, возможно, закрывает командные бои, потому что там куча людей, которые никуда не используются. Материал лежит, кайфует там по-своему. А картошка ж это у нас игра для пострадывания. Вот она нам на сайте предлагает. Вместо командных боев вы можете поиграть в укрепрайон, в турниры, в линию фронта и в ранговые бои. Укрепрайон это что? Нужно вступить в клан, общаться с кучей там людей и батрачить в укрепах за какие-то там кубы и получать какие-то плюшки. В принципе, укрепрайон очень схож с КБ, но далеко не на 100%. И это людям все равно нужно будет как-то перемещаться, двигаться и не все пойдут в кланы. Турниры это тоже другое. Там много разных режимов. 1 на 1, 2 на 2, 3 на 3, 100 на миллион. И нужно в них регистрироваться, ждать этих боев, долго играть. Не дойти до награды, потратить кучу времени и разочароваться. Это вообще далеко не КБ. КБ это ты заходишь там или боищешь команду, либо у тебя уже есть набор друзей, с которыми ты всегда играешь. И там уже по тактике по своей играешь. Но турниры и укрепрайон вообще никак не стыкуются с КБ. Картошка еще предлагает индивидуальные режимы. Линия фронта, где ты просто как один лупишься в эту линию фронта, либо во взводе втроем. Играешь в эти нудные бои и копишь потихоньку серебро, которое уже меньше там фармится. Но кого это волнует, просто сиди там, катайся на премтанчике. Кстати, каждую линию фронта картошечка резко так в преммагазин добавляет кучу всяких пакетов самых имбовых премтанков. Вот люди с КБ выйдут и часть из них пойдет в линию фронта. А там и премтанчики имбовые сразу. На, бери и покупай. Ранговые бои. Это бои, в которых надо играть на десятках, а КБ там десяток нет. Как люди туда пойдут? Ну, кто-то из них может быть зайдет, поиграет. А там надо сливать тонны серебра, потеть, бомбить, портить нервы и кучу серебра тратить. Что-то какое-то предложение для людей, которые играли в КБ, куда им идти дальше, сомнительное. Я, конечно, не могу решать за людей, которые играют в КБ, поскольку я не являюсь великим игроком командных боев. Да, я там провел, может, сотню-другую боев, но за пять лет это пустяк. И в командных боях я особо не тусовался. Честно говоря, я заходил туда чисто поржать иногда. Вот реально, что можно было делать в командных боях, это тупо ржать. Более смешных пьяных танкистов вы нигде не найдете, кроме как в КБ. И теперь все это, что находится в КБ, вырвется наружу оттуда и понесется в рандом, укреп, турниры, линия фронта, ранговые бои. А кто-то вообще, может быть, перестанет играть. Почему-то мне кажется, что после такого действия, возможно, онлайн еще чуточку снизится. Поскольку люди некоторые прятались от рандома в командных боях, поскольку многие танкисты сейчас от рандома прячутся. Кто-то в клане, кто-то только в линию фронта заходит поиграть. Кто-то сидел и играл в КБ. И вот теперь еще одно укрытие от рандома разрушено. Мне хоть в целом и все равно на КБ, лично для меня я в нем не особо играю. Но мне что-то кажется, что это не понравится игрокам. Да и есть еще такой канал, Билли, который очень много контента делает из командных боев. О нем, видимо, вообще никто не задумывался. Классный чувак, придется ему, видимо, новые какие-то придумывать форматы видео. Вот такие пироги. Ставьте лайки, подписывайтесь обязательно, пишите в комментариях, что вы об этом думаете. Я высказал свою мысль. Всем пока, удачи, играйте красиво. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил 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 субтитры сделал DimaTorzok